Всем привет! С вами Гофыч и мы продолжаем прокачивать ветку ИСа 7-го. Сейчас на ваших экранах ИС 3-й танк 8-го уровня СССР. Говорили вы, что он еще хуже ИСа, но мы это и проверим сегодня. 2 миллиона 440 тысяч стоит у нас покупка данного танка. Давайте же приобретаем, сразу же прокачиваем 75% экипажа. Вот такая у нас машина, но в принципе неплохо выглядит. Сейчас нарядим хорошей пушечкой и пойдем сразу же тестировать. И сразу же залетаем в улучшение. Нам тут предлагают купить пушку 9-го уровня. Ну-ка, а пушка 7-я у нас что? 10 секунд. Тут у нас что? 13 секунд. А что у нас хуже? А, ну у нас тут бронепробитие идет лучше, а так в принципе все остается то же самое. Ну и давайте же приобретаем. Как без этого? Без пушки нам никак. О, тут хорошо. Скорость средняя 22 км в час. Ну хреновато. Но одно радует то, что тут уже двигатель куплен. Ну-ка, глянем, что у нас тут по башне. 100 хп прибавляется. 100 хп. Не, а вот башню надо обязательно прокачивать. Потому что смотрите, тут 143, 86, 76 и тут сразу же 100, 200. Это вообще шикарно. Давайте же приобретаем. Ну-ка, а по гусеницам ни хрена себе. 8,2 секунды сведения. А, а в чем прикол? А что уже не 10 секунд? Блин. Ну, 1 секунда скорость. Ну тут, я думаю, все-таки надо прокачать гусеницы. Потому что, ну, 3 градуса поворота. Ну и как минимум хотя бы 0,1 секунда сведения нам, я думаю, поможет. Все равно у нас скорости почти нету. 22 километра, это очень плохо. На данный момент у нас 1800 единиц здоровья. Это все хорошо. Залетаем на нашу пушку. У нас 6,9 секунд сведения. Да, до хрена. Это очень до хрена. Но перезарядка оставляет желать лучшего. 13,67, 1755 урона в минуту. Ну, в принципе, урон у нас остается тот же самый. Вверх-вниз 5. Вот вниз 5 это плоховато, конечно. Ну, по двигателю сейчас 30 километров в час. Это все хорошо. Также я вам предлагаю посмотреть характеристики при 100% экипаже. У нас сведение будет 6 секунд плюс 1 километр. Это хорошо. Перезарядка 12 секунд. Ну, всего лишь 1 секунда. Но не очень большая разница между 70% и 100%. Ну ладно, тогда я сейчас укомплектовываю танчик, крашу его и мы встречаемся с вами в бою. И первый бой берет у нас свое начало. Ну, нифига себе. Уже 38 километров в час. Неплохо, неплохо. Танчик я покрасил и теперь можно идти воевать. Блин, конечно, я не знаю от углов вообще как тут отыгрывать. Потому что, ну, 5 градусов это хреновато, я вам скажу. Это очень хреновато. Держи. Да. Косой, косой танк. Ну, блин, ну, вроде бы я свелся. Немного я подвинул пушку. У меня немного разброс увеличился. И все, и все. Мой снаряд улетел в небытие. Ну-ка, ну-ка, давай, давай. Держи. 453 урона. Хорошо. Ожидаем перезарядочку. Держи. 371. Ну, маловато, но нормально. Два выстрела, уже 800 урона у нас есть. Это мне пока что... Ну, пока что мне это нравится, конечно же. Как без этого? Давайте. Держи. 409. Ребята, нужна помощь. Нужна помощь. Только не стреляй по мне, пожалуйста. Давайте попробуем его как-нибудь разбайтить на выстрел. На дурачка. Ага. На дурачка. А у меня, да, у меня пушка задралась просто и все. А мне просто углы не позволили сделать то, что я хотел. Тут, амелька нам едет в спину? Давай. Куда ты уехал, мужик? Куда ты уехал? И снаряд мой тебя не догнал. Давайте протараним его. 42. Нормально. 3. 2. Держи. Поджег? Я поджег? Не я поджег. Обидно. Ладно, 1774 урона, 1 килл и это победа. И новый бой берет у нас свое начало. Не, ну да, ну, ребят, ну эти углы это что-то с чем-то. Ну, вы видите, я немножко заехал и все, и все, я уже в небеса смотрю. Но мне это, конечно, не очень нравится. Ну-ка, давайте попробуем поглядеть. Может быть, кто-нибудь на нас выкатится. А вообще, я предлагаю поехать в наступление, так как вроде бы, вроде бы у нас тут только один танк противников. Едем в атаку. Привет, привет, привет. Получай. Я тоже получаю. Я тоже получаю. Мне это не нравится. И, тигр, давай добивай. Хорошо. Захватываем тогда, давайте, точку и потом летим искать других противников. Не, ребят, ну по скорости данный танк неплохой. Че у нас, в принципе, по пробитию? Ну, голдой неплохо. Голдой неплохо пробитие, потому что это тигр, это нормально. Вкалываем адреналин. Остаемся мы 3 в 4. И надо, и надо потихоньку выцеливать противников. Давай, сводись, сводись. Опа, попал. 428 урона у нас. Ага, молодец, добил. Хеллкат остался, ТНН и Объект. Угу. Нас осталось двое. Не, ребят, ну вы просто смотрите. Танк очень низкий, и это, ну, не особо как-то удобно. 376 урона. Ну ладно, пойдет. Опа, ты че стоишь АФКши что ли? Держи. Опа, лошара. 478 урона мы наносим. 1965, это хорошо. Где-то у нас еще, еще есть один противник. Объект. Где-то он прячется. 399. Давай, добивай, морковка. А я, наверное, поеду в респу. Че-то мне подсказывает то, что наш противник АФК. Бой заканчивается у нас победой. Очень повезло. Два АФКшника. Это просто сыграло нам на руку. 2364 урона и третья классность. Ну, пока что все идет неплохо, но вот первый минус, это то, что танк низкий. А второй минус, это, блин, а что с точностью? Прием, прием, как слышно, точка А под захватом. Захватываем точку А. Наблюдаем тигра первого. Но он, правда, у нас стоит где-то прячется за камушком или в кустах. И пока что непонятно. Я его не особо хорошо вижу. Опа! Привет, дружище! Сводись, давай, 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 давай. Держи. 379 урона. Маловато, но, в принципе, на 20 единиц всего меньше заявленного урона. Это хорошо. Хотя бы не по 300 урона наносим. И это мне уже нравится. Как ни крути, это мне нравится. А, лошара. Лошара, лошара. А почему не пробил? Вроде же серый ты был, зараза. Ладно. Ожидаем перезарядочки. Суд прилетело. От кого? От кого? РХМ. Понял. Понял. Все. Туда, значит, мы не высовываемся. В ту сторону мы не высовываемся. Потому что РХМ это больно. Не заставляй меня ехать к тебе. Просто я боюсь. Я, если открою сейчас под РХМ, то мне придет больно. На. Молодцы. Кто там? Кто там мне помог? Фердинанд. Хорошо. А, ты приехал по мою душу. Да. Я от тебя тут прятался, прятался. А ты такой, а я тебе сейчас дам люлей. Ну все. Я тебя понял. Ставим мы фугасик и летим прям лоб в лоб на этого. Охренеть пробивает, конечно. А че так мало? Куда я ему попал? Алло. Алло. А, нормально. Нормально. И я его задавил. Я на самом деле уже испугался. Потому что он мог меня уничтожить. Но пробивает он довольно... Довольно легко меня. Да. НЛД, ВЛД, короче. Все картонное у меня. Это че-то мне не очень нравится. Но я пока что ни разу не видел, чтобы мне стреляли по пушке. Весь урон идет пока что в корпус. И это победа, ребята. Бой начинается. У нас два экшена. Это хорошо. Будем сейчас разрывать ДПМ. Че там? АМХ. Орел. И еще один АМХ. Угу. Ну не знаю. Будем сейчас смотреть по ситуации. И пытаться, и пытаться воевать. Давай сводись, 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 сводись. Попал. АМХ. 331. Маловато. Но нормально. Нормально. Вообще, мне кажется, были очень большие шансы то, что снаряд просто так отскочит. Увижу, увижу, увижу. Ох, нифига себе. 457. Добротно. Добротно. Ну-ка, Шкода, давай. Плюх. 436. Вот, кстати, смотрите. Заявленный урон 400. Из трех снарядов два снаряда вылетели больше 400 единиц. Это мне, это мне нравится. Сводимся, сводимся. Ну да, сведение, конечно, у нас бомба. 406 урона. Держи. Вкалываем адреналин. Буду сейчас... Ай. Буду сейчас пытаться Т-77 уничтожать. И мы, кстати, опять в меньшинстве. Я уже к этому должен, мне кажется, привыкать. 363 урона. Получай. У нас уже 2000. Это нормально. Ожидаем перезарядочку. Ну давай, давай. Три. Две. Одна. А. А может поможете, ребята? Ребята, он мне сейчас лицо сломает. Хорошо. Хорошо. О, Центурион. Давай, сводимся, сводимся, сводимся. 451. Ну и ты меня пробиваешь, зараза. И ты меня все равно тоже пробиваешь налегке. Три, две, одна. Выкатываемся. Сводимся. Давай, сводись, параша. 433. Ну, пока что, смотрите, ребят, я один дал выстрел на 331 урон. Остальные все были на 400+. Это шикарно. Вот это мне нравится. Единственное, да, приходится сводиться, так как точность, ну, сами понимаете, ну, не позволяет она стрелять прям пиксель в пиксель. Но все же, 3200 урона мы оформляем и летим в последний бой. Ожидаем сведения. Ага. Ага. А как ты по мне? Ты просто выехал, повернулся и нанес урон. Так. Я, блин, так же выкатываю, стреляю и в итоге, и в итоге просто мажу. А мужик выкатился и дал мне тыку. Ну, я тебя вижу. Ну, а что толку? Или что? Давай-давай, назад, назад, назад. А, Исуля, привет. Вкалываем адреналинчик. Ну, не катайся, зараза. Ну, не катайся, ну, мне нужно, блин, свестись и еще потом в тебя попасть. Это очень хреново. Это очень максимально прям хреново. Ну-ка. О, привет, Сушка. Привет, привет. Давай сводись. Получай. Получай. Ай-яй-яй-яй, больно. Три. Не. Не. Перезарядка очень большая. Прям, ну, максимально большая перезарядка. И тут, как бы, вариантов вообще нету по стрельбе. Тут только где-то стоять в кустах и настреливать. Потому что лоб в лоб воевать тут бесполезно. Сами видели то, что, ну, по броне у танка отмена. Все стреляют, зараза, мне в корпус. НЛД, ВЛД, все картон. Ну, ладно, что ж. Что ж. Какой мой вердикт? Да даже и не знаю. Урон мне, в принципе, понравился. Потому что вылетает он довольно часто. Больше 400 единиц. Это вот прям огромный плюс для данного танка. Ну и также этот плюс перекрывается двумя минусами. У нас перезарядка, как бы, ну, большая довольно-таки. Ну и самая главная проблема этого танка, да, в принципе, всех советов, это гребаное сведение. Оно очень большое и из-за этого тяжело отыгрывается. Насчет скорости и управления танк, в принципе, едет. Вы видели. 30-40 км в час летит. Это нормально. Вот насчет скорости управления я, ну, вообще не буду прикапываться. Тут все, все в ажуре. А вот по броне, да, НЛД, ВЛД, картон, башня. А вот насчет башни я даже и сказать не могу, потому что, ну, по башне мне никто ни разу еще не стрелял. И как-то вот такие вот дела. Пока какое-то, ну, непонятное особо мнение по ИСУ-3. Брони нет, перезарядка долгая, сведение долгое. Пушка... урон хороший. Но, как мне кажется, данный танк прям ниже среднего. Это прям, ну, плохо. Потому что, ну, брони, считайте, нет. Перезарядка большая. Просто подъедет ко мне танк лучше по броне, мне придется стрелять голдой. Даже тот тигр ко мне подъедет, он меня за счет своего ДПМ, он меня просто разберет в нулину. Ну, так что я не знаю. А на этом все, ребят. С вами был, как всегда, Гофич. Огромное спасибо вам за ваши лайки и комментарии. Не забывайте подписываться на группу в Телеграме. А я пошел тогда играть на ИСУ-3. Буду пытаться не плакать. Да. Ну и, возможно, даже получится понагибать на нем. Хотя я сомневаюсь. ИСУ-3. 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 Продолжение следует...